МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блокада Донбасса и захват террористами предприятий не пройдет бесследно для украинской экономики. По прогнозам НБУ, рост ВВП снизится почти вдвое, но в 2018-м экономика все же оправится и вырастет до 3%. Останутся на прежнем уровне и инфляция, говорят Национальные банки. Но, тем не менее, из-за сокращения экспорта металлургической продукции и увеличения импорта угля, Украина потеряет, ни много ни мало, примерно миллиард долларов. Эти расчеты Национальный банк передал для ознакомления в МВФ. Минфин тоже уточнит свои расчеты и на днях планирует их передать. После чего Совет директоров фонда решит, когда рассмотрит вопрос о выделении в Украине миллиардного транша. По словам главы Минфина, осрочка в несколько дней на курс гривни не повлияет. Проговоры мы начали еще в неделю, сейчас мы на завершальной стадии, поэтому я думаю, что буквально сегодня-завтра мы должны завершить. Рада директоров МВФ хотела отримать точную картину того, что происходит. По блокаду, конечно, или наследственно, как вы знаете, есть. И, в принципе, МВФ, как критер, надо понимать, какой будет влияние на бюджет. Последствия блокады испытывают и жители прифронтовых территорий Донбасса. Наш корреспондент Геннадий Вивденко находится в Донецкой области. Позже мы выйдем с ним на связь, и он расскажет, как в условиях ограничений выживают люди. О блокаде говорили сегодня и в парламенте, комментируя решение СНБО. Впрочем, больше шума наделала назначение аудитора для НАБУ. Рада должна была определиться с кандидатом по своей квоте, но все снова закончилось скандалом и провальным голосованием. Почему? Вот какие аргументы на утреннем заседании слышала я. Дети солнца сегодня в стенах парламента. В Международный день человека с синдромом Дауна им показывают, как работают депутаты. А сами нардепы в знак солидарности надели разноцветные носки. Когда был первый започаткованный такой международный день, символом было придумано, что это будут просто разные шкарпетки, которые будут показывать их нестандартный взгляд на жизнь. А не так давно здесь же, в парламенте, на РДПО со скандалом объясняли радикалам, что такое синдром Дауна призывают к депутатской этике. Проблематика, когда Лешко назвал представителей уряда Даунами, она в том, что он, на самом деле, может быть, никогда с этими детьми не общался. Потому что человек, который хотя бы раз приехал, например, в дом для этих детей, она никогда бы себе не позволила кого-то назвать Дауном. Потому что это действительно очень солнечные, светлые люди. Говоря о той же депутатской этике, совсем не солнечные перспективы светят на РДПО Парасюку. Сегодня он впервые после скандала с полицейскими на блокпостах пришел в Верховную Раду. С повязкой на руке и без всем известного пыла комментирует возможное снятие с него депутатской неприкосновенности. Впрочем, Парасюк, похоже, сам лишил себя вандата. По крайней мере, на этом видео, снятом журналистами, видно, как он ищет, скорее всего, карточку для голосования. Самого же нардепа коллеги воспринимают без особого ажиотажа. Здесь своих требований хватает. Одно из них – отменить решение о блокаде. Мы закликаем владу сказать решение, которое шокировало наших спеведженников на этих территориях и выкликало поду у всех наших европейских партнеров, членов нормандской группы. Закликаем парламент припинить спробу делить граждан с умовным принципом, увеличивая квоты на украинских телеканалах. Это только разделяет страну. А вот в большинстве предлагают, наоборот, разделить территории. Впрочем, как, еще не знают. Украина – необходимый закон про территориальную целостность страны, а не замороженный конфликт. При написании законопроекта мы готовы співпрацювати с іншими демократичными силами и гражданскими организациями. Найголовнее, в этом законе должна быть не только констатация факта темчасовой оккупации территории, а и вызначение последовательных кроков с извинения украинских территорий. Пока суть до дела перешли в повестки дня, одним из первых решали вопрос с аудитом НАБУ. И тут традиционно без скандалов не обошлось. На заседании комитета было рассмотрено две кандидатуры, то есть те же, которые до этого и вынеслись в зал. Это кандидатура Найджела Брауна и Роберта Сторча. Мова идет о том, что парламент должен вызначить аудитора, который будет проверять деятельность Национального антикоррупционного бюро. До парламента уже собираются люди, которые за непокою попытаются поставить под загрозу независимость антикоррупционного бюро. Часть антикоррупционного комитета выступает против Найджела Брауна, мол, нужно утверждать Роберта Сторча. Зал уже предложили на рейтинговом голосовании определить, кого усадить в кресло аудитора. Мы все сделали для того, чтобы снять штучный разбор в общество и снять штучный разбор в парламенте. И поэтому мы внесли две кандидатуры. Хотя, напоминаю, что две фракции и другие народные депутаты высунули кандидатуру и поддерживают именно Найджела Брауна. По факту, ни один из кандидатов не нашел поддержки в зале. Теперь в блоке Порошенко говорят, что президент по своей квоте на днях несет кандидатуру Роберта Сторча. А вот парламенту со своей квотой придется заново определяться. Что дальше? Если не проходит ни одна, ни другая кандидатура, на этом уж вопросы аудитора НАБУ не закончат. Значит, будут выбраны и другие претенденты. Значит, будут разглядаться и другие люди. Сняв один спорный вопрос, перешли к другим. По планам у нардепов, день топливно-энергетического комплекса. Часть приняли, к примеру, уменьшить тарифы на тепло, производимое из альтернативных источников энергии. При этом закон о предоставлении земли под сооружение нефтяных склажин отправили на доработку. Пока в Раде выбирают аудитора НАБУ, глава ГФС Роман Насиров скучает по детективам и ждет, не дождется встречи. Напомню, Насиров был выпущен под залог и находится под домашним арестом. На своей странице в Фейсбуке главный фискал сокрушается. Дело по газовым махинациям НАБУ возбудило два года назад, и он проходит как подозреваемый. Но за последние две недели его в рамках этого производства допрашивали всего раз. Насиров заявляет, готов к сотрудничеству и ждет повестку о детективах. Очередная волна нападений на отделение Сбербанка. Радикалы в Николаеве, Запорожье и Александрии Кировоградской области залили краской фасады финучреждений. И все это прямо на глазах у полицейских. Подробности в нашем сюжете. Русбанковер или конец российскому банку. Такими стикерами сегодня клеили окна отделений российского Сбербанка в Николаеве. Радикалы пришли к двум филиалам. Фасады и вход залили красной краской. Это первая ластевка в Николаеве, за Крымом. Мы долучились до заходов, которые были заменены нашими куберативами и высших приставок. Ну, в основном, сегодня с Тартанема дели побачим. Сотрудники банка во время акции забаррикадировались в отделении. Некоторые клиенты не смогли снять деньги. Радикалам никто не препятствовал. За происходящим спокойно наблюдали сотрудники полиции. Несмотря на то, что действия радикалов подпадают под статью хулиганства, никто не задержан. Почему? Мы обратились в управление нацполиции за комментарием. Но там пока молчат. Подобные акции с точно такой же реакцией полицейских прошли в Александрии, Кировоградской области. Там радикалы раскрасили фасад Сбербанка. Мы хотим, чтобы этот банк прекратил свою работу и прекратил его сейчас существование. Чтобы перестали выводить деньги на Россию. Смирно! Смирно! Это глупость. Глупость. Страшенно глупость. Это как-то банда организовывается и творит, что хотят. В Запорожье радикалы пошли дальше. Заложили бетонными блоками въезд к отделению банка, а на ворота повесили цепь. Представители отделения Сбербанка, которые подверглись нападению, от комментариев отказались. Когда радикалы разошлись, сотрудники стали отмывать краску. Центральный офис финучреждения дал только сухой письменный комментарий. По всем фактам противоправных действий банк обратился в правоохранительные органы. Кирилл Ющишин, Игорь Поповелина, Брынза, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Не мудрено, что российский Сбербанк решил уйти из Украины. Руководитель учреждения Герман Греф заявил, ищет варианты, как избавиться от украинских дочек. Санкции против финучреждения он назвал незаконными и дискриминационными. Евровзяточник с сельской пропиской. Под Киевом задержали председателя села Мартусовка, который прямо на своем рабочем месте получил 250 тысяч евро. Такую сумму чиновник оценил 4 гектара земли. Подробности о задержании и реакции жителей села расскажет Ярослав Кречко. Задержание председателя сегодня главная тема для обсуждения в селе Мартусовка. Находится оно недалеко от аэропорта Борисполь. И земля здесь недешевая. Так рассуждают члены сполкома и два депутата сельсовета. Как может человек проработать 10 лет, поднять село, сделать освещение, сделать асфальт, воду провести. И тут он стоит резко коррупционером. Ну, взагалі, ну, хто може все повірити, що в кабінеті могла бути така сума грошей велика. 250 тысяч евро, по данным следствия, председатель получил прямо на своем рабочем месте. Переговоры, которые фиксировали уже не первый день, закончились передачей денег и задержанием прямо в коридоре сельсовета. Сегодня кабінет головы закрыт. Подробности визита прокуратуры и СБУ рассказывают его коллеги. Там нема хабаря. Він нічого в руки не брав взагалі. Він виштовхував всю людину. А на зустрічі мус дверей навалилось на нього спочатку двоє осіб, яких він зміг подолати. А потім ще, наверное, чоловіка 34. Видернули там из монітора шнур, зв'язали ему ноги. Наверное, що його і душило, бо він нас харчав. Ніяких телесних ушкоджень на цей час, які б загрожували його життю або ще щось, в нього не встановили. Під негласні слідчі дії ми зафіксували торги, які ввів сільський голова. Чітко зафіксували те, що він погодився на отримання хабаря в 250 тисяч євро. Після чого і була проведена реалізація цієї угоди. Деньги, по даному слідстві, сільський голова требував за выделення предпринімателю участка площадью 4 гектара. Сотку землі, говорят в прокуратурі, председатель оцінил 700 доларів. Там пустырі, вона дуже така, хіба що хто може захоче якісь там побудувати, не знаю, виробництво. Непригодна ні для чого. Там земельна ділянка варта цих грошей насправді, тому що у Мартусівки розполагається, для відділення київської митниці, де розмитнювання товарів, тому облаштування там логістичного центру є доволі таки прибутковим бізнесом. А вот за горе-бізнес сільському голові грозит 12 років лишення свободи. В ближайші дні суд изберет йому меру пресечення. Прокуратура буде просити об аресте, пока сроком на два місяці. Ярослав Кречко, Владимир Дедов. Подробності – телеканал «Интер». А с кого-то взятки гладкі. Генпрокуратура закрыла уголовні дела в отношении екс-прем'єра Арсения Яцюнюка. Напомню, производство открыли после обращения нардепа Дмитрия Добродомова. Парламентарий требувал разобраться, брал ли екс-прем'єр взятку в 6 млн. долларов от нардепа прошлого созыва Игоря Скосаря. И еще 3 млн. за назначение на должность руководителя концерна РРТ Владимира Ищука. Но, как сообщил сегодня замглавы ГПУ Дмитрий Старожук, генпрокуратура дела закрыла из-за отсутствия правонарушений. Занималось этим главное следственное управление под руководством Столерчука. И пришло к выводу, что все это – выдумки, которым не нашли подтверждение. И вот, что об этом думает сам Дмитрий Добродомов и его коллега по парламенту Сергей Каплин, которые также не раз заявляли о мафии бывшего премьера. На защитку каких-то договорников или договорностей просто закрывали себе так раптом справи за поданням народного депутата, который сам признался в участии в злочине, в том, что он давал хабар. Причем хабар в сумме 6 млн. долларов. Это какие-то абсолютно божевильные деньги. И это чистый факт политической коррупции. Я сейчас ждем ответа на это. После переформатирования коалиции, посаду заступника генерального прокурора Украины за квотой Народного фронта посел граждан Сторожук. Их 2300 справ. Это 2300 проведений на десятки миллиардов гривен, которые были вкрадены банду Яценюка за последние два года его деятельности в качестве премьер-министра Украины. И мы добиваемся, чтобы он был зачинен за грати. Яценюк крав гроши на оборудках с газом. И эта сумма близко 3 млрд гривен. Есть конкретное проведение, что до Яценюка. Есть отдельное проведение про хабар с Косаром, когда Иванчук, Яценюк фактически взяли гроши за место в списке для одного из народных депутатов. Более 50 миллионов долларов оседают в карманах украинских чиновников в результате теневых схем торговли с Россией. В то время как в правительстве требуют полные блокады Донбасса и еще более жестких санкций в отношении страны-агрессора. Под покровительством наших же чиновников в Украину завозят российские товары на миллиарды долларов, а именно удобрения. Почему в Кабмине не видят или не хотят видеть эту схему и кто стоит за торговлей на крови? Смотрите наш следующий материал. Украинскую экономику может ждать катастрофа из-за остановки химической промышленности. А такие города, как Ривна и Черкассы, в ближайшие месяцы может захлестнуть безработица. Все из-за остановки производства удобрений, некогда одной из самых доходных отраслей нашей экономики. Большинство удобрений, которые сейчас закупают аграрии, готовясь к посевной, российские. Еще с 2015-го у наших химиков возникли проблемы из-за резкого подорожания газа. Однако вместо того, чтобы защитить отечественных производителей, власть решила закупать их в России. Еще этим летом в Украинском союзе химиков начали бить тревогу, требуя от власти прекратить торговлю с агрессором. Мы говорим об импортозамещении, а зовут и стоят. Если на карте Украины исчезнут заводы по производству минеральных удобрений, цена импортных удобрений вырастет как минимум в два раза. Только за прошлый год Украина заплатила России за удобрения более 1 миллиарда долларов. И это в то время, как мы требуем от всего мира ужесточения санкций против агрессора. Уже сегодня 90% калийных и фосфатных удобрений на нашем рынке импортированы из России. Доля азотных удобрений российского производства 70%. И завозят их не контрабандой, а официально с разрешения чиновников в высоких кабинетах. Производители новомосковский азот, невинномысский азот и куйбышев азот. На все есть документы с печатями, с украинским гербом. Украинские химики уверены, все дело в теневых схемах. Каждый вагон удобрений сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрения. Налоги платят там, значит идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. Как удалось нам узнать, цена этой схемы 20 долларов на тонне. Именно такой откат получают украинские чиновники с каждой тонны российских удобрений, которая ввозится в Украину. А значит только за прошлый год кто-то заработал на этом более 50 миллионов долларов. Это в то время, как с трибуны парламента говорят о блокаде Донбасса. Когда сравнивать беззастережно не парламентскую поведенку и слова народного депутата, про которого говорилось, и объемы распространения из Рады на территории, что еще подконтрольны, у торговли на крови, это не сравнение речей. Сегодня в стране проводится настоящая борьба между украинским и между агрессорами. Мы и шли таким шляхом и будем идти. Ни торговли на крови. Так почему же нардепы, говорящие о торговле на крови, в упор не замечают схему ценою в миллиарды, которая успешно работает под покровительством украинской власти? Если в ближайшее время не прекратить закупку удобрений в России, наше производство и вовсе остановится, говорят химики. Это может привести не только к удорожанию сельхозпродукций, но и к очередному обвалу гривны. Более чем 100 тысяч человек потеряют работу. А у таких городов, как Черкасса и Ривны, могут возникнуть и серьезные проблемы. К примеру, в Черкассах на аммиачном производстве завязана система очистных сооружений. Если завод остановится, город может остаться без воды. Отечественные производители требуют от власти немедленно ввести пошлины на импорт российских удобрений. Так почему же в украинском Кабмине решили блокировать часть Донецкой и Луганской области территории Украины? Поставить на грань коллапсы Черкассы и Ривны? И вместо этого поддержать российские Куйбышев и Новомосковск Тульской области? В чьих карманах оказываются нажитое на этих серых схемах деньги? И кто стоит за этими махинациями? Мы обязательно продолжим это расследование. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Ясенюк вернет каждую копейку, каждый украденный доллар. Об этом на своей странице в фейсбуке написал бывший одесский губернатор. В ответ на обвинение однопартийцев, экс-премьера, в том, что, цитирую, проделки Саакашвили довели до банкротства одесский при Портовой, бывший губернатор заявляет. Ясенюк со своей бандой получил сотни миллионов с предприятия, а теперь они сокрушаются, что завод остановил свою работу. Саакашвили уверен, бывшему премьеру придется платить по счетам. Как решится его дальнейшая судьба, ожидает бывший генконсул Грузии в Одессе Тимурас Нишнянидзе. Сегодня ему должны были избрать меру пресечения, но Печерский райсуд перенес слушание на неделю. По словам судьи, документы от грузинского МИДа, подтверждающие, что Нишнянидзе находился на посту генконсула в период совершения преступлений, так и не пришли. Не предоставила никакой справки и наше министерство. Адвокаты задержанного считают, что у прокуратуры просто нет доказательств, и она затягивает процесс. Прокуратура не подумала про то, что данная особа, на какой период, в какой период, в какой час, они просто за одну ночь на трассе вручили подозру, без перекладача, без ничего на украинской мове, на ранку допитали особу и подали документы до суду. То есть, те много месяцев, которые передавали, чтобы прокуратура совершила функцию обвинения, они были потрачены, напевно, на что-то иное. Это документы о подтверждении иммунитета или наборе, наоборот, Нишнянидзе. А суд над бывшим чиновником Львовского гурсовета Юрием Гольцем сегодня все же состоялся, но за закрытыми дверями. Кто и зачем пытается скрыть от общества громкое судебное дело, в котором фигурирует бывший подчиненный мэра Садового? Выясняла Галина Якушко. Подготовительное судебное заседание по делу Юрия Голица было назначено на 10 часов утра. Такая информация появилась на официальном сайте Галицкого райсуда. Напомню, экс-начальника департамента ЖКХ обвиняют в служебной халатности, из-за чего погибли 4 человека во время тушения пожара на Грибовицкой свалке. Кроме того, Голица поймали на взятки в 800 тысяч гривен. Но сегодня никто из журналистов и активистов подсудимого так и не увидел. Судебное заседание провели на час раньше. Без прессы и камер присутствовали только судья, обвиняемый и прокурор. Мне как прокурора судом было поведомлено про то, что изменяется час. А когда вас поведомили? На передней, я уже заявила. На передней, вчера. Вчера? Так. Выбирайте, но я не могу поведомить вам точный час. Почему суд провел заседание в Тихую, мы попытались узнать у судей. Но Наталья Зубачик закрылась от журналистов в кабинете. Ее помощник оправдывается. Дескать, ошибочка вышла. У нас есть программа, и она не успеет подтягивать другую дату. Но местные активисты в технические неполадки не верят. Это могло быть и по мэру, это могло быть по ближайшему точению мэра. И таким образом они приховывают эту информацию от гражданности. А пока одни думают, как скрыть подсудимый в АЭКС начальника ЖКХ от телекамер, в областной администрации решают мусорные проблемы Львова. Мы проведем переговоры и с властниками полигонов твердых побутовых отходов на территории Львовщины и поза межами, для того, чтобы обеспечить утилюзацию твердых побутовых отходов. А далее мы заметим место и отдам чистый место, так же, как делали это два месяца назад, местные влады города Львова. Но пока школы в городе закрывать не будут, губернатор уверен, сможет сделать то, на что оказался не способен мэр Садовый. Очистить улицы Львова буквально за неделю. Глина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. А сам мэр Львова сегодня находился в столице на заседании Ассоциации городов Украины. Садовый выразил сомнение, что губернатору под силу решить вопрос с вывозом отходов. Пожаловался на своих коллег, дескать, не хотят принимать львовский подарок. И снова упрекнул правительство, мол, наболевший для него вопрос должен решать кабин. Премьер посоветовал Садовому ответственность на других не перекладывать и раскритиковал за промедление в решении проблемы. Это невозможно решить, потому что каждого дня нужно эти отходы вывозить. Без государственной поддержки мы не сможем данное вопрос регулировать. Вы получили землю. Через три недели вы сказали, что эта земля не подходит. Я очень прошу вас, по-первых, налагодить диалог с районными владами. Меня очень болит, что 11 лет с того времени, как мы пришли с вами в городе, вы не решили эту проблему. Я имел точно такую проблему, как в городе, как в городе. Мы эту проблему вы решили. И поверьте мне, мне никто не помогал, в том числе и центральная власть мне не дала шутные копейки. Пока чиновники выясняют отношения, фуры с тоннами львовского мусора заваливают отходами Украину. После трагедии на полигоне в Грибовичах прошло около года. За это время грузовики побывали почти во всех регионах. Не было их только в Ивано-Франковской, Закарпатской, Херсонской, Харьковской и Черновицкой областях. Зато в Полтавскую и Днепропетровскую фуры заезжали чаще всего. Некоторые останавливала полиция и отправляла обратно во Львов. Но большинство успевали сбросить отходы в лесопосадках и даже среди полей. Уже открыто 11 уголовных производств. Наш корреспондент Геннадий Вивденко готов выйти на связь со студией и рассказать, как переживают блокады у жителей прифронтовых территорий Донбасса. Гена, здравствуй, расскажи, что говорят люди, на что они настроены, чего опасаются и на что надеются. Добрый вечер, Катя. Нам удалось опросить местных жителей, как говорится, с той стороны. Каковы же последствия ведения торговой блокады официальным Киевом? Вот что рассказали люди, которые стояли в очереди перед пунктом пропуска на нашу территорию, в Майорске, неподалеку от оккупированной Горловки. Не хочу ни этой блокады, ничего я не хочу. Чи я хотел бы, чтобы уже давно были все вместе, и не было этой войны, и всего Бог, только мир. У нас, как не было уголя, наслеченное отопление. Так и не было уголя. Скатами детям в садик утоплять. Мыслимо, так и было. Когда так и было? Им блокады, они гроши делят, а нас в садик замерзают, а школы. Сейчас поток с той стороны увеличился. Большие колонны машин стоят с четырех утра и до... Только к вечеру попадают на подконтрольную в Украине территорию. Люди едут к родственникам. Надо что-то порядок навести. В своих хатках живут, какие-то порядки навести. Где-то что-то побелить бабушки, где-то что-то постирать. Так и едем. Что-то 83 года уже. Между тем, люди с той стороны свидетельствуют, там нет возможности для заработка. Есть социальная помощь, но с перебоями. С украинской стороны разрешают вывозить не более 75 килограмм продукции, причем по 5 килограммов одного вида. Например, свинины. Таковы правила. Безработица полная. Ну а как же. У нас в основном молодежь выживает за счет родителей, которые получают пенсию. Вот так. А работы нет. Семьи с той стороны продолжают выезжать с оккупированных территорий. Мы встретили одну из них. Люди выезжали из Луганской области. Нужно просто-напросто заканчивать эту войну. Никому не нужно. Чтобы люди не срывались с места. В данном случае с меня уезжают. И все. А торговля это уже какая-то доля от всего. От этого безумства. Вот такие настроения царя среди тех, кто выезжает с оккупированных территорий Донбасса. Тем временем торговая блокада, так называемое Ордло, продолжается. Студия. Ген, спасибо. Ибо Геннадий Вивденко был на связи из Донецкой области. А в зоне АТО от Авдеевки до Песок боевики били из минометов. На линии соприкосновения в Зайцево использовали малокалиберное вооружение. Уже вечером из танков ударили по позициям военных в районе шахты Бутовка. Ирина Баглай продолжит. Во время обстрела боевиков на этой улице в селе Зайцево жилые дома просто рухнули один за другим. К счастью, мирные жители не пострадали, а дому у Виктора Захаровича просто повезло. Снаряды перелетели через него. Его дом на окраине. Мужчине уже второй год приходится жить на линии огня. Так вечер, одеваю бубленку, ступонные ботинки и для два года так и сплю. На склоне лет Виктору Захаровичу пришлось вспомнить знания, приобретенные на срочной службе. Спит тревожно, как только взрывы приближаются. Бегом в подвал. Милости просим. Здесь нет оборонительных укреплений военных, но жители своими силами восстанавливают разрушенные снарядами тяжеловесами. Стреляли прямо в поселок, по жилым домам. Еще с месяца назад, 122-е, до 30-е тоже положили прямо в середину поселка. Пост Сергея далеко от частных домов. Он наизусть знает, откуда бьют боевики и на каком участке лучше не высовываться из окопа. Противника видно невооруженным глазом. Наемники обозначили себя в местной промзоне флагом, так называемой ДНР. Но сами показываться не рискуют. А вот минометы устанавливают на закрытых огневых позициях в селе. Минометы, все, ну конечно, работает оттуда. Здесь просто, если посмотреть, там все в домах. Где там, вот между среде, оттуда где-то, конечно же, ну и стреляют. Оккупированная Зайцева у военных как на ладони. В местной школе наемники оборудовали штаб. Вот вышка, соответственно, оттуда дорога с горлов кидит. Каждое утро, где-то ориентировочно, 5.5-6-го. Колонны заезжают туда, по всей видимости, у них здесь происходит какая-то или замена нарядов. Возможно, продовольство подвозят. И вот так вот прямо колонны видно. Иногда бывает даже порядка 40-50 машин. Раз в месяц у боевиков ротация. И первым делом новые подразделения пристреливаются, объясняют военные. Без разбора целятся и по ним, и по домам мирных жителей. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области. Подробности, телеканал Интер. Вооруженных боевиков задержали в Беларуси. По словам президента Лукашенко, они готовили провокацию в стране. Лукашенко заявил, что в последнее время активизировалась подготовка боевиков в белорусских лагерях. Также он сообщил о тренировочных базах в Украине. Сейчас белорусские правоохранительные органы будут разбираться, откуда поступали деньги боевикам, кто занимался их подготовкой и из каких стран приехали эти люди. Тренировались в лагерях у нас. Кстати, один из лагерей под Осиповичами был. В районе Бобруська Осипович. Остальные лагеря в Украине. Деньги шли через Польшу, через Литву к нам. И они готовились. И вот мы пару десятков, ну вот буквально, вот в эти часы задержали этих боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Мы попросили украинский МИД прокомментировать заявление белорусского президента, но ответа пока не получили. А на днях белорусские пограничники сообщили, что в страну прорвался джип с вооруженными людьми, якобы со стороны Украины. Иномарку попытались остановить в пункте пропуска Александровка Гомельской области. Джип снес два шлагбаума и продолжил движение даже после предупредительной стрельбы. В конце концов машину догнали. В автомобиле также нашли огнестрельное оружие и взрывчатку. Двоих мужчин, которые были в салоне, задержали. Но сегодня на своей странице в фейсбуке помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян написал, в связи с инцидентом украинские пограничники встретились с белорусскими коллегами и пришли к выводу, нет никаких оснований полагать, что джип приехал со стороны Украины. Глава Госдепа США Рекс Тиллорсон собирается в Москву. Его визит намечен на 12 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. А в эти дни госсекретарь встречается с Борисом Джонсоном. Главный британский дипломат прибыл с визитом в Вашингтон. Накануне британская Таймс писала, что Джонсон собирается в США обсуждать действия России в Украине с самим Дональдом Трампом. Так ли вышло на самом деле? Дмитрий Анопченко с подробностями. Чего он только не наговорил о Трампе. Что тот не в своем уме, что тот не годится для работы президентом из-за невероятного невежества. Но сегодня все предпочитают делать вид, что ничего вроде бы и не было. Британский министр Борис Джонсон что ничего не говорил. Команда Трампа что ничего не слышали. Ведь есть вещи поважнее старых обид. В Foreign Office сообщили BBC. В Америке Джонсон намерен всячески избегать конфликтных тем. Тех же недавних разговоров, что это мол британская разведка по просьбе Обамы прослушивала Трампа. Не будет особо педалировать и на российской теме. Его главная цель прямое торговое соглашение между США и Великобританией. В Вашингтоне Джонсона примут и госсекретарь, и видные сенаторы, и советники президента. А вот сам Дональд Трамп времени не нашел. Возможно не его уровень. Возможно просто намекая, что дружба дружбой, но ничто не забыто. Британский министр пробудет здесь, в Вашингтоне, два дня, поскольку уже завтра госсекретарь Рекс Тилерсон впервые созывает так называемую встречу глобальной коалиции. Прибудут министры иностранных дел 68 стран мира для того, чтобы выработать совместный план по борьбе с ИГИЛ, что для новой американской администрации является безусловным приоритетом. В столице уже сейчас повышенные меры безопасности, на улицах много полиции. Вашингтонские отели, где становятся участники встречи, взяли под охрану, чтобы избежать любых проблем или провокаций. Будет и украинская делегация. Для страны важно чувствовать себя частью глобальной коалиции. О терроризме Украина знает не понаслышке. Ну и еще две темы, о которых здесь в Конгрессе говорят сегодня все. Это возможное влияние России на американскую политику и американские выборы и возможная прослушка Дональда Трампа. И заявления по этому поводу делают противоречивые. Сенаторы говорят, что после вчерашних слушаний с участием главы ФБР вызовут его вновь. Их расследование продолжится. Даже несмотря на оптимистичный твит самого Трампа, мол, тема может быть закрыта, силовики сказали Конгрессу, что Россия не повлияла на процесс выборов. Главы обоих ведомств действительно сообщили конгрессменам, что у них нет свидетельств о реальном влиянии Москвы на результаты голосования. Вместе с тем, ФБР уверены, что Россия хотела помочь Трампу и навредить Хиллари. А вот что касается вмешательства не из-за рубежа, а внутри страны, то расследование тоже открыто. И Комитет по разведке Палаты представителей не исключает, что в ходе гонки за Трампом и его помощниками действительно следили. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Письмо Авакову. О чем просят музыканты и писатели министра внутренних дел и почему тот требование игнорирует? Мастерство парировать во Франции. Кандидаты в президенты вышли на первые дебаты. О чем спорили? 35 полицейских и 3 прокурора расследуют убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в ГПУ. По словам замглавы ведомства Старожука, работа идет, цитирую, монотонно. В ГПУ каждую неделю проходит совещание, чтобы скоординировать действия всех структур, задействованных в расследовании. Напомню, Павел Шеремет погиб 20 июля прошлого года в результате подрыва автомобиля. За 8 месяцев следствию так и не удалось найти ни заказчиков, ни исполнителей убийства. И еще об одном деле, которое расследуют уже больше двух лет. Об избиении активного участника Евромайдана волонтера и музыканта Василия Рябко. На него нападали дважды. Есть и подозреваемые, и свидетели. Но дело почему-то разваливается. Его коллеги написали открытое письмо министру Авакову и генпрокурору Луценко. Светлана Шакера подробнее. 22 февраля 2015. Марш достоинства в честь первой годовщины победы Евромайдана в Харькове. У дворца спорта на обочине взорвалась спрятанная в снегу бомба. В этом теракте погибли четверо харьковчан. Шокированные евромайдановцы собрались в одном из пресс-центров. Разговор шел на повышенных тонах, вспоминает один из координаторов Евромайдана, музыкант Василий Рябко. Меня скупили за руки. Две особи держали, две были. В результате меня поклали на подлогу. И последнее я видел, что у меня ногой по обличию бьет. И уже я пришел датами, когда меня поднимали друзья. Василию сломали челюсть и лицевые кости. Он написал заявление в милицию. Еще тогда его коллеги отправили главе МВД Авакову открытое письмо. В соцсетях министр заявил. Взял расследование под личный контроль. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Есть потерпела особа, есть свидетели, которые все видели. Есть установленная особа, которая завдавала удары. Есть экспертиза, которая установила ступень тяжкости нанесения этих ударов. Что необходимо сделать следственному? Ну, минут 15 по пробкам доходить до суду и передать материалы справа. Вот только фото находившихся в розыске подозреваемых с сайта МВД исчезли. А в ноябре 2016-го на Василия Рябко напали во второй раз возле его дома. С спины напали и начали бить. Там первый удар был в скроне кастетом, я так понимаю, потому что там просто дырка в голове была. И далее просто ногами добывали, я закрыл голову руками. Второе нападение тоже не расследовано. Уголовное производство закрыли. Евромайдановец обратился за поддержкой к друзьям-музыкантам. Те написали новое письмо Авакову. А кроме этого провести беспристрастную проверку полицейских, которые тормозят расследование. Письмо подписали 22 музыканта и писателя. Аваков на обращение пока не отреагировал. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. А возле здания МВД в Киеве сегодня было жарко. Ветераны милиции снова пришли митинговать. Требуют повысить пенсии. Эта проблема не решается уже несколько месяцев. Не так давно им пообещали, соцвыплаты поднимут. Но оказалось радоваться рано. В пенсионном фонде об этом до сих пор ничего не слышали. Как пытались достучаться до министра, подробности в нашем сюжете. Министерство внутренних дел. Все дороги в округе перекрыты. Повсюду дежурят полицейские. Для усиления даже прислали нацгвардейцев. К зданию МВД пришли ветераны милиции требовать повышения пенсий. Потребно иметь политическую волю и проработать наши пенсии. Дело в том, что ветераны МВД получают пенсию по старому закону, когда полиция была еще милицией. А значит и выплаты несколько раз меньше. За 20 лет у меня нет ни квартиры, ни пенсии, ничего. То, что у меня родители оставили квартиру, вот мне и живу. Почему у Князева, они спросили, почему у его жены 7 квартир? А у нас нету ничего. У Олега Науменко за спиной не одно раскрытое дело. За 20 лет дослужился до майора. А теперь с выходом на пенсию приходится бороться вновь. Но уже не с преступностью, а с чиновниками. Год и три месяца я писал в министерство о том, что перерасчет должен быть пенсии. Но в ответ приходили только отписки. Недавно все же пообещали провести перерасчет. Но в пенсионном фонде обескуражили. Все останется по-прежнему. Ветераны требовали встречи с министром Аваковым, но он в отпуске. После часа криков и скандирования несколько митингующих пропустили в здание. А журналисты можно пройти? Через полчаса они сообщили. Наказ о приревнянении посадки милиции к полицейским в министерстве юстиции уже зареєстровано. Очередную акцию ветеранов поддержал и нардеп Сергей Каплин. Мы маем тут, тут, под Министерством внутренних справ, разбивать наметы. Встановлювать чергування и спильными усилиями, доки не буде, по сути, вырешено питание, боротися. Вся Влада пришла в свои крисла? На крови. На людских крови. Завтра ветеранам обещают встречу с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, якобы, чтобы устранить недостатки в законодательстве. Если это не удастся, бывшие милиционеры обещают начать бессрочную акцию протеста прямо у входа в министерство. Олег Решетняк, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. Психическое здоровье депутатов, отмена государственных праздников и вездесущий львовский мусор. Эти вопросы и не только поднимали сегодня на сессии Одесского облсовета. В зале традиционно было горячо. За что же в итоге проголосовали? Об этом в следующем материале. Возле облсовета митинг студентов. Просят увеличить финансирование профтехучилищ. Выделенных денег, дескать, хватит лишь до конца весны. Депутаты облсовета обещают вернуться к этому вопросу, но позже. Начинается сессия целым рядом обращений. Представитель ОПОБЛОКа бьет тревогу. В комитетах Верховной Рады на рассмотрение сразу три законопроекта о языковом вопросе. Самый скандальный предполагает, в частности, штрафы для учителей за реплики не на украинском. Виталий Саутенков призывает коллег обратиться к парламенту, чтобы в Раде не допустили подобной дискриминации. Мы не против украинского языка, но надо уважать языки национальных меньшинств, которые у нас в таком полном объеме присутствуют в Одесской области. Кроме того, политик призвал выступить против инициативы директора Института национальной памяти Владимира Авиатровича. Тот, дескать, предлагает отменить в Украине выходные дни 8 марта и 1 мая, а традиционный день победы видоизменить. Он предлагает заменить его на 8 мая, день примирения. Но я хочу отметить, что когда 8 мая Европа праздновала день примирения, наши деды еще гибли и проливали кровь в Берлине. Однако предложение оппозиционера коллеги не поддержали. Не хватило двух голосов. На трибуну тем временем вышел уже другой представитель полицилы. Инициативу Ирины Ковалиш потребовать от президента разобраться с львовским мусором депутаты поддержали. А вот предложение приостановить формирование госпитальных округов до тех пор, пока не будет изучена ситуация с метабеспечением в районах, даже не внесли в повестку дня. После чего Ковалиш выдвинула еще одну идею, тут же вызвавшую шум в зале. Прошу включить до порядка ДНГ Таня про щоречный медичный огляд депутатов Одесской областной ради. Зокрема на психологические разводы и наркотичную залежность. У нас участились случаи срыва заседаний постоянной комиссии. У нас есть попытки устроить драки в кулуарах. Депутаты отшучивались. Мол, скрывать им нечего. Ни наркоманы, ни психи. Но тем не менее, в повестку дня вопрос вносить не стали. Что нам скрывать? Я вас поздравляю, он будет знать своих героев. А вот, собственно, и имена героев. Результаты голосования на сайте облсовета. Так, против прохождения медосмотра у нарколога и психиатра в полном составе выступила фракция партии под названием «Доверяй делам». Это политическая сила действующего мэра Одессы Геннадия Труханова. Оксана Марченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер Одесса. Венгры Закарпатия выступают против языковых квот на телевидении. Об этом говорится в обращении к президенту Украины, которое подписали более 64 тысяч человек из 112 населенных пунктов области. Представители венгерской общины просят не ограничивать права нацменьшинств на использование родного языка. По их мнению, законопроект о языке, который депутаты приняли в первом чтении, не отвечает европейским нормам и провоцирует раскол в стране. Четыре коробки с подписанными листами и самообращение закарпатские венгры принесли сегодня губернатору. Геннадий Маскаль обещал передать бумаги президенту. Сейчас в Украине проживают около 150 тысяч венгров, в основном в Закарпатье. Сегодня премьер-министр Венгрии заявил, что интересы венгров за рубежом должны быть представлены как на местном уровне, так и на уровне парламента. Говорили про Крым иммигрантов и избегали вопроса о выходе из Евросоюза. Это о первых дебатах кандидатов в президенты Франции. В них принимали участие 5 из 11 претендентов. Пригласили самых рейтинговых. Среди лидеров соцопросов правоцентрист Франсуа Фион, глава национального фронта Марин Ле Пен и социал-либерал Эммануэль Макрон. Кто оказался наиболее убедительным, расскажет Елена Абрамович. Полный зал и почти 10 миллионов телезрителей. Прямой эфир, 5 кандидатов, но главных соперников 3. Ле Пен, Макрон и Фион. Последний еще несколько месяцев назад лидировал в гонке. Теперь он менее уверен и только поджимает губы, когда другие кандидаты обещают запретить депутатам нанимать на работу членов семьи. Именно этим и согрешил Фион, поплатившись рейтингом. Зато на высоте себя чувствует Ле Пен и, не стесняясь, всех перебивает. Фион задел Ле Пен, поднял тему, которую она старательно избегала, обещанный ею выход Франции из ЕС. После провала на голландских выборах евроскептика Герта Вильдерса, лидер нацфронта, больше не педалирует этот вопрос. Зато рассказывает о плане экономического патриотизма и великой Франции. Я хочу быть президентом Французской республики, но настоящей. Я не хочу управлять тем, что стало размытым регионом Европейского Союза. Я не желаю занять кресло вице-канцлера госпожи Меркель. Немецкого лидера на дебатах вспоминали еще не раз. Одной из самых горячих тем стала миграционная политика. Ле Пен задалась с целью отбить у мигрантов охоту приезжать. Ассоциал-либерал Эммануэль Макрон высказался за создание благоприятных условий для тех, кто официально просит убежища. В ответ ему напомнили о фрау Меркель. Я полностью не согласен с господином Макроном, который похвалил канцлера Германии за миграционную политику, когда был в Берлине. Политика Меркель создала огромные проблемы. Ее критикуют даже союзники канцлера в стране. Ле Пен же упрекнула Макрона за Буркини, пляжный мусульманский костюм. Последний, за словом в карман, не полез. Эта ловушка превратит Буркини в предмет грандиозного спора. Это разделяет общество, делает врагами республики 4 миллиона французских мужчин и женщин, которые исповедуют ислам. Вспомнили на дебатах и об Украине. Франсуа Фион заговорил о Крыме. Он высказался за сотрудничество с Москвой. Это не оценил Макрон, который заявил о нежелании идти на компромисс с Путиным. Дебаты длились три часа. ТВ-опрос победителем назвал Эммануэля Макрона. А онлайн-опрос газеты Фигаро Франсуа Фиона. Популярное издание «Политика» подрезюмировало, что все прошло без нокаутов. Макрон был наиболее подготовлен, но не удивил. Ле Пен вела себя уверенно, но сдержанно. А Фион слабо, но все-таки напомнил телезрителям о своем мастерстве парировать выпады в свой же адрес. Чем когда-то и завоевал любовь избирателей. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Европейское бюро телеканала «Интер». Как завоевать популярность с помощью ламы и что привлекает больше всего китайских воров? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Китайская полиция арестовала четверых злоумышленников, которые позарились на 80 яиц динозавров. Окаменелости похитили у коллекционера. Один из преступников пришел к мужчине на разведку как потенциальный покупатель. Добычу злодея разделили между собой. При обыске дома одного из грабителей полиция обнаружила три десятка украденных яиц. В сафари-парке в Теннисе отец стал снимать на видео, как его сыновья кормят лам. Все было хорошо, пока одно животное не решило угоститься без спросу. Лама просунула голову в окно автомобиля и принялась поедать лакомство. Ролик с истошными воплями ребенка родитель выложил в интернет. Видео за один день посмотрели более ста тысяч раз. На торги снова выставят самый дорогой розовый бриллиант. Розовую звезду уже пытались пустить с молотка четыре года назад. Тогда его приобрел ювелир из Нью-Йорка за 83 миллиона долларов. Но после, по неизвестным причинам, от драгоценности отказался. Следующие торги назначены на 4 апреля. За бриллиант в 60 карат надеются выручить не менее 60 миллионов долларов. В Бразилии на неделе моды дефилировали модели с пышными формами. Местные дизайнеры вот уже 15 лет подряд демонстрируют креативный подход в создании нарядов для полных женщин. При этом никогда не акцентируют внимание на формах и цветах коллекций. Модели на подиуме чувствуют себя раскованно, некоторые даже пританцовывают. Больше новостей на нашем сайте, подробности UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok